Какой продукт входит в число самых полезных в мире? Ответ прост. Это кефир. Он незаменим при соблюдении здорового питания. Сегодня мы покажем, как же его производят. Сырое охлажденное молоко доставляют на завод и тщательно проверяют на соответствие требованиям качества и безопасности. Сырье, успешно прошедшее строгую проверку, направляется на производство в аппаратный цех, где оно подвергается многоэтапной обработке. От механических примесей и микроорганизмов молоко очищают на бактофуге с применением центробежной силы. Чтобы произвести кефир определенной жирности, молоко надо нормализовать. Для этого в специальном узле оно делится на две фракции – жирную и обезжиренную. Затем идет процесс гомогенизации, то есть дробление в молоке жировых шариков под воздействием высокого давления. После этого каждая капля кефира будет соответствовать жирности, заявленной на упаковке. Далее в течение 25 секунд молоко пастеризуют, нагревают и охлаждают с целью уничтожения патогенных микроорганизмов. Из пастеризационно-охладительной установки сырье выходит с температурой заквашивания и направляется в резервуар, куда подается специальная закваска, изготовленная на живых кефирных грибках. Кстати, данная закваска готовится на самом предприятии в стерильных условиях. Заквашенное молоко оставляют в покое для сквашивания. По окончании процесса полученный сгусток охлаждают и перемешивают до однородной консистенции. Теперь готовый кефир по трубам направляется в цех розлива. Пластиковые бутылки, в которые фасуется кефир, изготавливаются также на заводе. В специальных аппаратах заготовки разогреваются и подаются в пресс-формы, где знакомые всем бутылки выдуваются сжатым воздухом при температуре 220 градусов по Цельсию. Готовая упаковка по воздушному конвейеру доставляется в цех розлива. Здесь бутылки дезинфицируют, промывают водой, после чего наполняют кефиром. Готовый продукт дозируется в бутылке до определенного уровня и закрывается стерильными крышками. Весь процесс автоматизирован. Далее бутылки с кефиром подаются по транспортеру для фиксации термоусадочной этикетки. Этикетка обрезается ножами с рулонов и автоматически надевается на каждую бутылку. Затем тара обрабатывается горячим воздухом, при котором брендированные метки закрепляются на потребительской упаковке. Теперь одетый кефир поступает на маркировку. После этого бутылки формируются для групповой упаковки. Наклеивается транспортная этикетка и свежий полезный кефир отправляется на реализацию в магазины.